Добрый вечер, дорогие друзья! С вами снова Ланзар. Как и обещано, сегодня мы продолжаем с вами нашу морскую одиссею. Продолжаем прохождение игры Британик-хранитель Средиземноморья. В прошлый раз мы с вами делали прохождение данной игры в режиме РМС, то есть Королевского почтового судна. То есть, если бы Британик находился на линии Сауд-Ямптон-Нью-Йорк, ну, по сути, если бы не было Первой мировой войны. А сегодня мы будем делать прохождение в режиме HMHS, если не ошибаюсь, в аббревиатуре, то есть в режиме госпитального военного судна. Ну, таким, каким он здесь у нас на экране представлен. Ну что ж, начнем. Так, вроде не ошибся в аббревиатуре. Так, начнем с главной парадной лестницы. Хотя, учитывая положение вещей, то, что от нее осталось в реальной жизни. Ну, здесь у нас представлено 18 ноября 1916 года. Неаполис, по-моему, да? Греция. Тут представлено. Так, давайте-ка уберем вот это. Ну, вот видите, по сути, каким Британик был в реальной жизни. Все его интерьеры, все панели, да, они были сняты, когда корабль переделали в военный госпиталь и, соответственно, отдали то ли в какое-то хранилище, то ли находилось в складах верфи Харланд-эн-Вульф. Тем не менее, позже они оказались в каком-то частном доме гостиницы, где эти отделочные панели использовали как, ну, для отделки этой гостиницы. Если мне не сменять памяти, где-то в группе разработчиков Титаник Честь и Слава данное видео имеется. Так, ну что ж, хотя бы начнем сверху, что ли. Ну, можете ясно видеть, что здесь все стены оголенные. Единственное, все, что напоминает здесь о том, что это, по сути дела, величественный лайнер, это наличие вот этих ограждений парадной лестницы и наличие вот этого купола с прекрасной люстрой. Так, ну, вроде бы и все. Между прочим, я еще в прошлый раз не сказал, что еще одной отличительной чертой Титаника от Британика, да, ну, и непосредственно парадной лестницы, это наличие вот этой вот арочной отделки на берегородке парадной лестницы. На Титанике, Олимпике такого не было. Так, ну, наверное, пройдем сюда. Ну, вот здесь, получается, пауки с ведрами. Здесь у нас провизия, бочки, возможно, с вином, мишки, может, с мукой. Ну, короче, провизия в основном. Музыка прямо отдает отдушиной реального, ну, среди, среди земноморья. То есть, есть греческие нотки, ну, балканские нотки, ну, и наличие армянского национального инструмента Дудук тоже имеет место. Ну, здесь, получается, вот эти лифты, какие-то они здесь немножко странноваты, они вообще здесь открывались или нет? Ну, вроде кнопки есть, значит, они функционировали. Интересно очень. Так, давайте-ка зайдем с этой стороны. Так, ну, здесь у нас вроде бы все пустенько. Ой, смотрите, какая интересная карта. Слушайте, я даже не замечал раньше. Получается, это полуостров Труада. Между прочим, вот эти отсылки, я не знаю, с чем это связано. Может, это, не знаю, это может, часть моей жизни, она так отражается, может, что... Но я постоянно говорил, что я чувствую историю Титаника весьма совместимой с историей Трои. Так вот, пожалуйста, это полуостров Труада, и как видите, вот здесь, на конечности вот этого полуострова, где начинается пролив Дарданелла, находился холм, который назывался Гесарлык, и вот под этим холмом в 1870-х годах великий археолог, так скажем, первоначальник науки под названием археология, обнаружил город ниже римских останков, римской эпохи, который он идентифицировал как город Троя. Хотя, на самом деле, на этом холме находилось аж 9 городов, которые покоились друг на друге, то есть, это, как можно пояснить, то есть, когда один город разрушался, на его поверхности, на его обломках, строился новый, и это продолжалось на протяжении 5000 лет, то есть, это единственный такой город во всей мировой истории, который строился и разрушался такое количество раз, такое количество времени. А почему? Я сразу, если кому интересно, объясню, потому что данная зона это довольно экономически, политически, геополитически важная зона, потому что ты контролировал, ну, любой царь, да, королевство, который контролировал этот пролив, контролировал все, то есть, проход лайнеров, говорю, лайнеров, кораблей судоходных, торговых, пиратов, то есть, все-все, то есть, всю торговлю данный полуостров, данный город держал в своем кулаке, даже если это город не считался официально троей, да, как и мы его знаем по легендам и мифам, тем не менее, город, который находился на этом холме, он очень хорошо держал экономику в своих цепких руках. Ну, между прочим, аналогией данного города может считаться Константинополь, ныне Стамбул, который находится чуть выше по проливу Дарданел, то есть, севернее. Так что, это довольно цепкая, очень, можно сказать, зона влияния. это очень интересная часть истории. Так что, интересно, постоянно подобные моменты перед моим, так скажем, перед моими глазами попадают кое-какие, я не знаю, как это объяснить, взаимные какие-то соотношения, совпадения, просто потому, что реально история Титаника и, ну, в принципе, и Британика, и всей этой истории, потому что, это все же греческие мифы, понимаете, история лайнеров класса Олимпик очень тесно смешалась с греческими легендами, и в итоге, что и город Троя, да, и что и лайнеры класса Олимпик, они оказались как будто, я не знаю, в какой-то греческой мифологии, какая-то греческая легенда всплыла эти истории воедино, в результате этого и не повезло и лайнерам, не повезло и городу Троя, для меня этот город, не знаю, что-то весомое, для меня он довольно многое значит, я не знаю, что на меня на что, ну, спасибо, как говорится, тому же Джеймсу Хорнеру, который является композитором фильма Троя, возможно, его музыка на меня так сильно повлияла в тот период времени, 2004 год, далекий, так что, вот такие вот пирожки, так, ну, видите, здесь у нас, между прочим, лестница обшита вот таким зеленым полом, ну, то есть, точнее, ступеньки зеленого цвета, синего-зеленого оттенка, если я не ошибаюсь, в предыдущей версии был показан пол, полностью сине-зеленого цвета, а здесь он как будто такой вот весь красненький, а красно-оранжевый, не знаю, так, здесь у нас кто представлен-то? Слушайте, очень похоже на Николая Второго, что ли, может, кто-то пояснит, потому что внешне очень сильно похоже, может, я ошибаюсь, но здесь должен был стоять орган, судовой, я не знаю, на тот период времени он тут стоял или нет, не могу сказать, может, кто-то меня поправит, так, о, кстати говоря, пустые бутылки Олда Бушмилса, в третьей демо-версии Титаника, честь и слава, эти бутылки были как раз-таки полные, и располагались они чуть ли не везде, так, ну, здесь у нас вроде коридорчик, все тут перекрыто, мы здесь с вами ничего особо не увидим, дайте-ка глянем вот сюда, посмотрим, что можно увидеть, какая-то койка, больше ничего, музыка просто волшебная, кстати говоря, духовой инструмент, который я вам, о котором я в прошлый раз вам рассказывал, то есть это армянский инструмент, дудук, вот, пожалуйста, ну, чтобы вы наглядно видели, что это из себя представляет, то есть это получается духовой инструмент из абрикосового дерева с восьми отверстиями, ничего особенного, но этот инструмент, которому уже чуть ли не четыре тысячи лет, и в Армении, да и в принципе во всех ближневосточных странах этот инструмент имеет огромную популярность, если вы смотрели великие, такие знаменитые фильмы, как Гладиатор, Царство Небесное, ну, все вот эти исторические, драмы, да, везде этот инструмент имеет место быть, даже меня, можно сказать, вдохновило, чуть, ну, пару лет назад, чтобы я, ну, я решил просто саундтрек из фильма Титаник дополнить вот данным инструментом, потому что он реально вызывает эмоции, просто слезу пустить запросто можно, ну, и что еще можно рассказать про данный инструмент, не скажу, что я на нем прямо изысканно играю, на нем очень сложно играть, то есть, это надо, как минимум, иметь очень хорошие, легкие, мощные легкие, и нужно заниматься хотя бы три раза в неделю, это минимум, три раза в неделю, чтобы раскрыть весь потенциал своего организма, легких, потому что, потому что, в принципе, отдыхалки от легких зависит то, как ты будешь играть на этом инструменте, но если вы слышите, да, вот музыку, которая фоновая, ну, как играет дудук на фоне, он довольно такой гладкий, а на востоке принято играть своего рода мохам, то есть, вот с такими вот мелизмами, то есть, переходами, вот такими, вот такими вот переходами, здесь этого не слышно, но звучание определенное изысканное, ну, здесь получается нос бариталика, здесь мы уже, в принципе, все видели, давайте-ка пройдем сюда, ну, здесь, в принципе, то же самое, как в прошлом прохождении, в режиме Ох ты, посмотрите, что у нас здесь есть, так, это у нас, а, императрица Ирландия, между прочим, тоже известный лайнер, я не припомню, по-моему, в 14-м году, что ли, или в 17-м, по-моему, в 14-м, что ли, ну, короче, столкнулся с одним лайнером, точнее, протаранил другой лайнер в туман, и, получается, лайнер очень быстро затонул, и погибло там тоже энное количество людей, между прочим, этой катастрофе посвящена одна книжка, которая называется Шлюпка, если кому-то интересно, можете найти где-нибудь и почитать, ну, это знаменитая Лузитания, я думаю, о ее печальной участи, лайнер погиб как раз на расцвете Первой мировой войны, затонул чуть ли не за 15 минут, это, кто у нас, здесь немножко нечетко, я не могу прочесть, может, кто-то мне не напишет в комментариях, что это за кораблик, а здесь у нас, тоже не могу прочесть, честное слово, немножко смешано, ну, если кто-то знает про вот эти лайнеры по бокам, да, если что, пишите в комментариях, будет интересно, ладненько, повернемся назад, посмотрим, что у нас будет еще интересного глянуть, между прочим, в этой игре нету скоростного режима, то есть, я не могу быстро перемещаться между помещениями, потому что кнопка ускорения, она здесь не функционирует, в принципе, я думаю, и правильно сделали, потому что подобные игры, они должны проходиться как раз таки, вот, в таком режиме, спокойном, это релакс, понимаете, если есть над чем подумать, да, есть и какие-то мысли, по сути дела, тревожные расстройства, панические атаки, или что-то в этом духе, пожалуйста, включайте данную игру, пройдите пару, ну, 20 минут, ну, полчаса хотя бы, да, и вы сразу же успокоитесь, так что, спасибо ребятам за данную разработку, ну, что ж, мы здесь вроде бы все с вами посмотрели, давайте пойдем дальше, так, в меню, да, угу, так, 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 грузись, угу, чтобы не спутать, а то сейчас зайдем куда-нибудь леваком, это Павла Бабе, 18 ноября 1916 года, Греция, так, давайте-ка вот это все мы уберем, чтобы не мешало, так, ну, в принципе, каютка, в принципе, ничего, существенно, даже, ну, просто умывальник, в принципе, как и у нас в поселке, в больнице, то есть, в принципе, ничего особенно, просто умывальничек, все, никакой роскуши, ну, это военный госпиталь, так что, хотя, о, ну, хоть что-то, ребятушки, по крайней мере, скамеечка, шкафчики, туалетные столики, что-то напоминает, о роскоши, которая могла бы быть, ну, здесь, занавесе специально, потому что это койка, вот такая вот жестокая история, ребятушки, а, тут у нас и ружья есть, с наконечниками, легендарное звучание, просто, я не знаю, прямо в трепет бросает, аж мурашки побежали, но это, получается, побережье Неаполиса, если я не ошибаюсь, так, ну, вроде бы, а, тут мы еще сюда не зашли, ну, тоже койки, ничего особенного, так, все, давайте-ка зайдем, нет, здесь тоже ничего особенного нету, ну, ладно-ка, ребятушки, пошли, наверное, дальше посмотрим, что у нас есть, сегодня без дочки, прошу прощения, если кого-то разочаровал, но, завтра надо в садик, поэтому, ложились пораньше, так, так, Италия, так, Неаполис, по-моему, все-таки, это Италия, могу ошибаться, я с географией немножко не очень, так, все это убрали, да, да, по-моему, все-таки Италия, это не Греция, Греция не относится, Неаполис, ну, кроватка, довольно уютная, красивая, прямо за, за навесами, под, коечкой, довольно, уютно, сделано все, здесь вроде бы, больше ничего интересного у нас нету, стандартная каютка, со всеми, минимальными удобствами, к сожалению, война превратила это судно в реально, как это принято сейчас говорить, забытое судно, потому что, Олимпик, Титаник и Британик, по сути дела, называли, соответственно, относительно их судеб, насколько помню, Олимпик называли, каким-то добрым словом, я уже подзабыл, надежный старина, если я не ошибаюсь, Титаник называли проклятым, Британик называли забытым, потому что, ну, реально, можно сказать, забытым, потому что, когда я рос, в детстве, я не знал, что реально было такое судно, я знал только о Титанике, да и всем, мы думаем, в детстве, когда росли, видели вот этот фильм Титаники, думали, что только Титаники, все дела, на самом деле, было еще, на что посмотреть, я помню, вот эти первые, документальный фильм, который я посмотрел, там, 8, что ли, лет, и когда я видел, два судна, однотипных, похожих на Титаник, я думал, что было, сколько было Титаников-то, я не мог осознать, и тогда же не было интернета, и книжек у меня не было, чтобы я вот, прямо открыл и почитал, а потом оказывается, что у Титаника и старший братик, и младший братик, то есть, это вот, это все постепенно у меня накапливалось, накапливалось, и в итоге, вот, интерес сам по себе вот нарос, ко всему этому, ну, с этим я рос, и с этим я буду дальше, и расти, не знаю, какая-то часть моей жизни все-таки весомая, ладненько, давайте пойдем дальше, так, это мы были еще в одной каюте, так, да, точно, сейчас у нас пойдет бассейн, так, теперь Греции, 18 ноября 1916 года, так, давайте-ка уберем вот это все, ну, тоже, тоже можете ясно видеть, каким, по сути, был бассейн, когда вайнер был чисто как госпитальным судом, но, посмотрите, особо ничего здесь не изменилось, разве что, то, что отделку убрали, то есть, не было той мраморной отделки, которая планировалась, а просто было бассейн, ничего существенного, вот такая вот оказия, ну, вроде бы, здесь больше нечего добавить, мы уже в прошлый раз были, несколько раз уже говорили, все необходимое, ну, давайте пойдем дальше, посмотрим, что еще у нас интересного будет, глянуть, так, да, уже пойдем по экстерьерам, то есть, дневной режим и ночной режим, и ночной режим, вот это будет интереснее, глянуть, так, это получается, мы с вами на кормовой секции, кстати говоря, если вы заметили, здесь шлюпок на полубаке, на корме, на корме не так уж и много, то есть, их всего лишь, ну, 4 штучки, 2 нормальных, и 2 складных, все, я почему-то этого раньше не заметил, ну, то есть, особого нагромождения в реальной истории не было, о, посмотрите-ка, я не замечал, что здесь дверцы могут сами по себе открываться, здорово, так, давайте-ка поднимемся наверх, это получается кормовой руль, довольно удобная штука, если необходимо рулить в портах, чтобы припарковаться, величие, тут нечего добавить, величие, красота и величие, это, я так понимаю, это тоже своего рода мини-портики, да, это, в случае, если шлюпок уж на всех не будет хватать, это тоже своего рода портики, да, ну, что-то напоминает подобное, так, дальше, пойдем, вернемся обратно, вот эта музыка фоновая, она мне напоминает музыку из компьютерных приложений, планетариев, то есть, я же все-таки астрономик какое-то время занимался, и помню, что были у меня какие-то на компьютере приложения, непосредственно с планетарии, и там была такая же фоновая музыка, практически, так, ну, здесь у нас нету возможности спуститься вниз, так, давайте-ка поднимемся обратно, ну, здесь даже, ребята, удосужились ржавчину перерисовать, потому что все-таки кораблик уже не первый год в деле, просто он здесь на причале стоит, отдыхает, здесь, между прочим, тоже, вот видите, компенсаторный шов проходит, так, ну, здесь ничего существенного, пожарный шланг, это, получается, вот эти все светильники, как видите, они везде здесь навешаны, они как раз-таки давали вот этот знатный зеленый цвет, по всей длине корпуса, так, ну, я не буду подниматься на шлюпочную палубу, о, посмотрите-ка, я этого не видел, ребятушки, то есть, хотя бы сделали какую-то такую псевдовозможность глянуть внутри, что могло бы быть, да, ну, просто расставили стулья, столы, и все, ничего особенного, ребят, не было времени заниматься, специфичной отделкой каждого помещения, ну, потому что это, в основе, в первую очередь, симулятор ходьбы, это не какой-то исторический, прямо, тур, по всем отсекам, это ожидает нас в Титанике, конечно, а, кстати говоря, вот, заметьте, пожалуйста, если помните, в режиме почтового судна, да, все шлюпки, стояли на полубаке, на корме, да, а здесь их расставили по всей длине судна, возможно, это тоже сыграло какую-то свою, первозданную роль, в том, что все шлюпки спустили довольно быстро, на воду, да, хотя, между прочим, если можете глянуть, ну, здесь сколько шлюпок, да, 4-5 шлюпок только здесь, там еще шлюп, сколько, а вот такие шлюпки, они были и на Титанике, и на Олимпике, между прочим, то есть, как бы их и не улучшали, какие были, такие и есть, но это тоже, в принципе, полноценная шлюпка, ну, по крайней мере, выглядит как полноценная шлюпка, никак не складная, ну, кто-то в морском деле более сообразительный, может, кто-то знает все-таки, да, и, в принципе, военное положение, подразумевало, что на лайнере должно быть достаточное количество шлюпок, даже в переизбытке обязательно, потому что Бог его знает, что может случиться, да, так, здесь мы можем с вами что-нибудь оглянуть, по-моему, это должен быть, этот, тренажерный зал, что ли, да, в этом месте находиться, если не ошибаюсь, здесь у нас что, о, мы видим коечки, так, ну, здесь тоже проходит вот этот компенсаторный шов, величественные трубы, даже немножко, так скажем, саж сидит на верхушках, да, вот это дынная саж, на четвертой трубе почему-то этой сажи нету, хотя, что там почему-то, это, в принципе, понятно почему, я думаю, все знаете, что, о, ну, все знаете, что четвертая труба, это муляж, там лодочка еще есть запасная, интересно, в каком режиме, и как надо, надо на нее попасть, я не припоминаю, не припоминаю, честно, но здесь у нас пулемет, на случай, если помните фильм, британик, 2000 года, да, там таким вот пулеметом пытались сбить, торпеду, торпеду, которые пустили немецкие подлодники, так, давайте-ка поднимемся сюда, глянем, что есть, ну, в принципе, тут, можно одно сказать, величие, другого ничего не скажешь, кстати говоря, мы с вами в прошлый раз, в режиме, гражданского судна, не проходили на носовую оконечность, я думаю, мы сможем здесь пройти с вами, да, в принципе, все идентично и с этой стороны, а, кстати говоря, заметьте-ка, здесь ребята пытались якобы спустить эту шлюпочку, но что-то не доспустили, да, она такая зависла в воздухе, верно, так, ну, давайте-ка возвращаться обратно, везде эти пожарные шланги, везде, в принципе и правильно, ой, нет, надо бы еще на полу ближе спустя, о, посмотрите-ка, мы здесь с вами не были, ну, здесь тоже вот эти койки по всей длине, это на скорую руку, если, ну, специально для всех ребят, кто экстренно попадает на судно, а потом только их начинают всех делить, по койкам, ну, то есть по отделам зависимости от травмы, повреждения, то есть, если эта травма рвана, там, я не знаю, ну, которые требуют ампутации, их в отдельно лазарет отправляют, у кого пулевое ранение, тех в другое, то есть, чтобы хирургам, так скажем, облегчить работу, так, я не припомню, я не припомню, вот это что за приспособление, но они проржавевшие, прямо натурально проржавевшие, так, давайте-ка спускаться вниз, волнорез, ну, здесь тоже, ржавчина, ну, судно, довольно долго на службе стоит, так, это волнорез, мне всегда казалось, что волнорез на судах класса олимпик, он довольно-таки низковатый, можно было бы чуть выше даже сделать, хотя, в принципе, в то время на всех судах был такой волнорез, исключением можно сделать, составить только на Мадику, на Мадика довольно серьезный волнорез был, да, ну, вот знаменитое место, тут у нас якорь запасной, если не ошибаюсь, как бы отсюда не свалиться вниз, только я не пойму, вот эти штыри зачем здесь, вот, раз, два, три, четыре, что на них фиксировали, я не знаю, сказать не могу, но это, получается, знаменитые цепи, которыми спускали якоря в воду, между прочим, это самые прочные части, одни из самых прочных частей кораблей, класса олимпик, даже на затонувшем титанике, они прямо оселехенькие, оселехенькие, хотя ржавчина их, конечно, уже окутала конкретно, но они будут ржаветь, ржаветь, ржаветь очень, очень долго, и, наверное, исчезнут, может, еще через, может, лет 500-600, только, если, и то не факт, между прочим, если вы смотрели последний французский, документальный фильм, французский, про титаник, там Джеймс Кэмерон, Кэмерон делал свои, так скажем, коррективы относительно прогресса ржавения лайнера на дне океана, он четко и ясно дал понять, что, ну, вот эти верхние, ну, если брать в аналогию титаник, то вот эти все верхние палубы, потому что они же сделаны из более легкого металла, да, они исчезнут довольно быстро, а вот, что касается основного корпуса, учитывая, что он довольно толстый, да, он останется на довольно долгий период, то есть, еще нет 500-600, как минимум, до полного исчезновения, так что, вот такие вот пирожки, ребятушки, то есть, эти останки, эти обломки переживут нас с вами, и наших детей, и наших внуков, настолько это значимо, это тоже памятники, истории, да, но, к сожалению, в отличие от многих других памятников, да, эти памятники, в скором времени, исчезнут вообще, из истории, если, конечно, не предпринимать, не предпринимать соответствующие меры, я считаю, что вполне себе, можно, все-таки, британик, спасти, то есть, его обломки, все-таки, они не на такой уж, огромной глубине, можно было бы соорудить, какой-то купол защитный, да, я не знаю, еще что можно было бы сделать, ребята, предложите, но британик, мне кажется, все-таки можно в какой-то, в какой-то мере сохранить, для будущих поколений, для истории в целом, да, потому что, даже касаемо британика, не все можно сказать, что мы знаем, прямо идеально, возможно, какие-то нюансы по британику, могли бы, все-таки, яснее нам, дать понять, каким был титаник, то есть, в реальности, нежели тем, каким он нам пытаются представить, все историки, архитекторы, и так далее, но вот это, получается, вот эти самые рычаги, которыми управляются, вот эти краны, здесь, но мы довольно быстро передвигаемся, ощущение, как будто мы с вами на лошади, здесь скачем, скачем, реально, ну, вот такая вот, оказия, ребятушки, так, ну, я думаю, с дневным режимом у нас, более-менее, все понятно, давайте перейдем на ночной режим, ребятушки, так, да, ночной режим, да, между прочим, здесь у нас еще есть, дневной и ночной режим, да, на уровне птичьего полета, если тут немножко носом фырка, извините, пожалуйста, ребятушки, тут у нас оказия вышла в пятницу, мне и моей медсестре стало немножко плоховато, скорее всего, мы столкнулись с новым штаммом COVID-19, тем самым, омикроном, нахваленным, я не знаю, как это назвать, не сказать бы, что-то существенное, но отличительные моменты есть, то есть это, кстати говоря, на будущее всем, если кто знает, ну, если у кого что будет, да, по симптомам, то есть, одна явная черта, отличительная, это обязательно температура 38-40, которая прямо резко может подлететь, и обязательно наличие сильной головной боли, то есть, если кто-то страдает мигренью, вы сможете сразу вас лечить, то есть, это не обычная головная боль, а такая, что просто не знаешь, куда голову деть, поэтому мне пришлось в 5 утра встать от этой мучительной головной боли, закинулся парой таблеткой ибупрофеной, и только потом, уже в 7 часов утра смог уснуть, ну, так что, вот такая вот неприятная история, ребятушки, так что, будьте осторожны, соблюдайте меры защиты, к сожалению, в нашей ситуации мы работаем врачами, все-таки, врачи, медсестры, каждый день стоим на страже, и нету, нету такой возможности полностью нас оградить от всего этого, обязательно мы заразимся, в любом случае, если даже не заразимся, то, по крайней мере, будем понемножку нарабатывать иммунитет, на стандартный штамм, мы наработали, а это что-то новенькое, с чем нам придется сейчас работать, так что, такие моменты присутствуют, ребята, так, ну, здесь, в принципе, ничего существенного, давайте-ка с вами, посмотрите, как хорошо ребята поработали над светом, над солнечными лучами, реально, как будто присутствуешь на палубе, то есть, ребята, это сквозь пальцы не пустили, немножко запутался, ребята, это получается режим вечера, да, а то мы ходим, ходим, я заговорился про коронавирус, и совсем слетел с мысли, что мы здесь, оказывается, вечером топаем, это даже не ночь, так, это у нас получается моторная лодочка, моторная лодочка на канатиках, но, между прочим, чисто между нами, я считаю, что отсутствие моторных лодок на Титанике, это было, было огромное упущение, я не знаю, конечно, существовали в тот период вообще моторные лодочки, возможно, и были, не знаю, но в период Титаники, я имею в виду, тремя годами ранее, возможно, и были, так, но здесь, как видите, пулемет уже на земле, так, что мы еще здесь не видели с вами, так, кстати говоря, а ну-ка, давайте-ка вниз, мы с вами заходили вот сюда, на мостик, вроде не заходили, но здесь все идентично, каюта Капитания, да, если не ошибаюсь, здесь все идентично, лайнер во всем своем срезе, если здесь не ошибаюсь, здесь можно даже глянуть, посмотреть, на каком уровне находились водонепроницаемые переборки, здесь плохо, так скажем, шрифт настолько мелкий, что не прочесть, но ощущение, так скажем, так, А, Б, С, Д, Е, ну, ну, короче, переборки были на уровне палубы С, где-то, Д, на таком уровне переборки находились, на носу в основном, довольно высокие были, на Титанике они едва доходили тополубые, так, ну, здесь, в принципе, ничего особо, не сказать, что отличается от дневного режима, по-моему, все то же самое, так, ну-ка, давайте-ка вниз пройдем, мне кое-что тут на глаз попало, ну, тут тоже самое, шлюпка также висит, а, кстати, посмотрите-ка на тень, на воде, тень лайнера довольно забавно, даже над тенью поработали, ребятушки, между прочим, когда тут стоишь, да, ощущаешь такое, не знаю, можно сказать, призрачная, призрачная атмосфера какая-то, как будто здесь то ли духи, то ли что, эти занавески какие-то вызывают некое недоверие, ну, шторки, так, давайте-ка, а, мы увидели вот эти вот, канаты здесь нет, по-моему, не видели. Ну, в принципе, все идентично. Здесь немножко с небом не разобрать. Такое ощущение, вроде бы то ли утро, то ли вечер. По-моему, все-таки вечер. Такое закатное солнце, я бы сказал. Завтра у нас как раз понедельник. Рабочая неделя начинается. Так что можно считать это своего рода релаксирующим прохождением. Чисто релакс. Ну, ребятушки, давайте-ка пойдем дальше. Посмотрим, что еще нас ждет впереди. Так. Так, мы были с вами Daytime, Sunset, Nighttime. Кстати говоря, ребятушки, давайте сделаем некое мини-голосование. Если кто-то захочет, чтобы мы сделали еще одно прохождение по Британику, если вы знаете, игра Британик предоставляет нам возможность сделать еще ну, включить режим затопления, таким, каким оно было в реальной жизни. То есть, как корабль наскакивает на мину и как он тонет. Можем еще сделать прохождение по ну, в данном режиме. Если кто-то за, пишите в комментариях. Будем только за... Так, немножко подкорректирую. Угу, все. Так. И что требований ребят, когда просили отключить здесь данную рекламу? Ну, тоже, посмотрите, свет какой-то теплый, нежный, создает ощущение уюта, комфорта. Вы посмотрите на небо, ну, это просто нечто. Между прочим, я немножко разогнал свою видеокарту, но это сразу ощущается по картинке на небе. Кстати говоря, крайне не советую разгонять свою видеокарту. Насколько можно ее использовать, ребята, насколько ее используете. Потому что это рискованно, можно просто взять и спалить. то единственное, что сегодня составляет огромную ценность, учитывая треклятый майнинг со всеми своими вытекающими. Ну, вроде сказали, что рынок постепенно теряет свои кроны, так что вскоре можно будет наблюдать падение, незначительное, но падение ценно видеокарты. треклятый майнинг так что я очень хотел бы себе 1080 тя это довольно мощная карта, она потянет все, что захотите. То есть, ее можно поставить на веки вечные. Я думаю, ничего круче и более подробнее в ближайшее время не выйдет, еще лет 5, так что можно спокойно на такой карте играть все игрушки, которые нынче имеются. посмотрите, какая красота. Реально можно сделать скрин экрана и поставить на рабочий стол. Ну-ка, здесь лампы, как видите, горят зеленые. Специальный метка соответствующая госпитального судна, ну, чтобы не спутали ни с чем, потому что все-таки военное время. Так, поднимемся наверх, обратно. вот этот кожух, я так понимаю, это чисто для того, чтобы... Ну-ка, давайте-ка вниз. Немножко не пойму, зачем вообще он нужен, может, кто-то знает, может, для того, что для... Ну, я сомневаюсь, что это, скорее всего, для сбора дождевой воды, хотя это довольно смахивает на это, но что они пытались здесь прикрыть, я не могу сказать зачем. Может, кто-то знает, ребятушки, пишите, для чего нужен вот этот брезент. Так, ну, пойдемте дальше, обратно к носу. Тут тоже скоростного режима нету, придется, как черепаха, нам двигаться. Вот соотношение теплоты света на лайнере со звездным небом, это, конечно, подкупает. Вот эта картинка действительно подкупает, очень красиво. но здесь можно, кстати говоря, видеть хорошо парадную лестницу, конечно, то, что от нее осталось, ну, исходя из роскоши, я имею в виду. Кто-то написал вконтакте. Там у меня браузер включен, так что если периодически будут такие вот звуки исходить, да, прошу меня простить. скорее всего пишут мои новоявленные поклонники. Огромное спасибо вам за поддержку. Чисто ради вас, ради вашего интереса я готов дальше делать интересное прохождение. Ну, отсюда можно четко видеть парадную лестницу на носу. Очень необычно смотреть на наличие вот этих коек, да, и рядом с парадной лестницей. забавно. Так, давайте-ка вниз наверное пойдем дальше. А, о, посмотрите-ка. Это получается коридорчики, по которым мы ходили до этого с вами. Ну, койки здесь на носу еще были. Так, давайте-ка вниз опустимся. Я хочу к носу пройти. Здесь вот тот же точно такой же брезент. Я не знаю, зачем его здесь вообще затягивали. Вроде и на Титанике, и на Олимпике их вообще не было, и надобности у них вообще не было. Может, что-то затапливало. Хотя, мне кажется, учитывая положение вещей, все-таки это Средиземноморье. Дождей исходя из логики, что может сильно быстро затопить, да, и натянули этот брезент. Возможно, из-за этого. Красота! Вы посмотрите. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Реальное ощущение, как будто ты находишься на какой-то другой планете. Вот реально, другая планета. А это какой-то звездолет. Начало 20 века. Да и в принципе, если припомните, может кто-то смотрел фильм документальный «Титаника», не который 92-го года, а который 95-го года. То есть переиздание, оно гораздо более короткое, но это первый документальный фильм, который я видел по «Титанику». И там, конечно, писали, ну, говорилось о том, что все-таки «Титаник» в свое время, да и в принципе лайнеры класса «Олимпик» в начале 20 века считались как космические челноки. То есть настолько они были крутые, настолько они были прорывными в технологическом, эстетическом во всех планах. То есть так оно и было. Ну, давайте-ка дальше, наверное, пойдем. Посмотрим, кто это пишет. Между прочим, у нас на селе пациенты довольно, можно сказать, терпеливые. Все-таки в воскресенье, да, и надо же к понедельнику явиться на вакцинацию кому-то, кому-то сертификат вакцинации получить, надо кому-то еще что-то, нужно какую-то бумажку получить. Соответственно, пишут по вечерам, по выходным, наводят справки. Можно ли это сделать, можно ли то сделать. Стандартная схема. Ну, мы здесь, получается, снаружи, как вы можете ясно видеть. Это все-таки британик, да, со своим прожавевшим корпусом. Снаружи. Знаменитая картинка, да, известная. Ну, красота. Я представляю, как это было красиво в реальности. интересно подсвечивается вот красный крест. Наверное, только здесь нельзя понять, все-таки это были мелкие лампы или что это было. Кстати говоря, мне всегда интересно было, как подсвечивается вот этот красный крест. Оказывается, здесь есть такой прожектор, который вынесен за борт. Ой, какой слепящий. Даже, и так смотреть на него больно. То есть, и с этой стороны, видимо, есть такие прожектора, они специально освещают красный крест, чтобы ночью ни с чем не спутать. Красота. Мне даже жалко, почему подобное вот освещение, да, вот по всей длине судна, да, не сделали на Олимпике или Титанике. Ну, чисто из эстетической логики, чтобы придать некий шарм лайнерам. красота. Тут ничего сказать я не могу больше. Это просто чистая эстетика, чисто удовольствие для глаз. Вот так летаешь и сразу вспоминаешь все вот эти панорамные съемки фильма Титаник, да? кто бы из нас мог подумать, что все-таки наш, ну, при нас, да, еще будут выходить вот такие вот интересные игрушки, что будет такая вот команда разработчиков, которые будут настолько фанатеть от этой всей истории, что все-таки решатся воссоздать вот эти лайнеры в цифровом виртуальном формате на компьютере, за что им огромная благодарность. Музыка, картинка, все подкупает довольно интересно. Ну, что ж, ребятки, я думаю, что на этом уже можно уже закругляться. Если что, помните о моем предложении. Если все-таки есть желание, чтобы мы сделали дополнительное прохождение в режиме затопления данного военного в госпитале, пишите в комментариях. Я думаю, мы сможем с вами это замутить. Ну, я думаю, что еще пару дней придется подождать. Но если что, пишите. Или можете писать, между прочим, в личку. Я не против. Пишите, и будем, исходя из ваших комментариев, предложений, и думать, что мы будем делать дальше. До тех пор, по крайней мере, мы пока ждем альфа-версию игры «Титаник», чести и слова. Всем огромное спасибо, что были со мной. Всем хорошего вечера. До скорого.